Всем привет! Меня зовут Ольга Ермилова. Сегодня мы с вами проведем прямой эфир на тему «Как пережить кризис?». Мы будем говорить с вами об этом не с позиции финансового кризиса, мы будем говорить о кризисе в отношениях, когда есть он, когда есть она, неважно какого вы пола, и когда происходит что-то не так. Будем говорить об этом не только с точки зрения психологии, а с точки зрения вообще себя вот в такой ситуации, в этой жизни, и разбирать, почему это происходит, разбирать, каким образом максимально себя от этого обезопасить, потому что любая подобная энергетическая встряска, помимо хорошей стороны опыта, имеет не очень хорошую сторону, такой как стресс, и каждый из нас под влиянием стресса ведет себя очень по-разному, и для некоторых наступает такой, знаете, для меня могу это характеризовать, как эмоциональный паралич, то есть когда после каких-то неудачных отношений, после какой-то ситуации, в которую вы попали в этих отношениях, уходит доверие, уходит вера в себя, уходит мотивация, уходит силы и прочее. Кстати, у Инстаграма поменялся, я только что увидела, что как-то прямой эфир совершенно по-другому отображается, но это тоже хорошо, я правда не вижу теперь весь чат почему-то. Ну ладно, будем надеяться, что я буду видеть все так. Поэтому сегодня у нас будет интересно. Давайте вообще с вами начнем с этой темы важной. Вы можете в процессе задавать свои вопросы, если они будут по теме интересными, я буду стараться на них ответить. Почему такая тема? Во-первых, потому что очень часто женщины, поскольку больше аудитории у меня женщин, мне задают вопросы, как мне поддержать своего мужчину. И вы знаете, за все время у меня не было ни разу ни одного вопроса, как мне поддержать свою женщину. Что, кстати, очень удивительно. Вот я подумала, потому что женщина нуждается в поддержке гораздо больше, и вообще по своей природе, ну как бы понятно, да, что он мощные плечи, она, значит, нежная женщина, но при этом поддержать все время хочет она его. И у женщины есть некое такое чувство долга перед мужчиной, потому что необходимо проявлять себя и в сложные моменты, а сложные моменты у таких пар обычно всегда, быть и стать тем самым сильным плечом. Мне этот вопрос задают еще очень часто, потому что многие читали мою книгу «Зажигалка», знают мою историю. Я помыла волосы, ребята, они у меня все время куда-то летят, не туда. Как-то я их уложила. Ну ладно, об этом мы в следующий раз поговорим. И многие, смотря, наблюдая за моим личным примером, где я рассказывала о том, какой непростой путь мы прошли со своим супругом, многие хотят его повторить, и кто-то восхищается. Но я вам хочу сказать, что когда вы слушаете чужие истории, вы должны понимать, что это просто история. Это чья-то история и чей-то опыт. И я вам скажу больше, что большинство людей, которые этот опыт пережили, они бы не пожелали пройти этот опыт еще раз. Поэтому не стоит воспринимать, это вот такое небольшое вам напутствие, не стоит воспринимать чьи-то истории, как руководство к действию, даже если они закончились хорошо. Потому что зачастую мы рассказываем очень сложные истории, и мы просто рассказываем, как это было у нас. Но я могу вам сказать сразу, что если бы я вернулась на 12, практически 13 лет назад, то очень многие вещи я бы не сделала так, как сделала тогда. И да, скорее всего, я бы была, возможно, не с этим мужчиной и так далее, и так далее, но я бы уже так себя не повела. Может быть, я была бы с ним, а может быть и нет. Повела бы себя просто уже каким-то образом иначе. Поэтому хочу вам сразу обратить ваше внимание на то, что история про спасение, где женщина выступает в качестве спасательницы, не самая лучшая, которая может быть. И если вы услышали такие истории и хотите тоже кого-то спасать, то я бы вам этого не рекомендовала делать. Вот сегодняшняя я, 37-летняя, вам бы не рекомендовала этого делать, сколько бы лет вам не было. Объясню почему. Дело в том, что мы всегда привыкли выбирать очень сложные пути, потому что нас так с детства запрограммировали. Мы вообще живем в таком обществе, в котором поощряется сражение и война. И то, что происходит вокруг, яркое тому подтверждение. Если тебе что-то не нравится, выходи на Майдан, выходи на площадь, воюй. Но, как правило, это все достаточно манипуляционные техники, которые к личной жизни не имеют никакого отношения. Потому что в жизни человек приходит, он имеет физическую оболочку и он имеет свою сущность. И наша задача ключевая – это развить свое внутреннее. Это самое главное, что может быть. И поверьте, внутреннее не имеет никакого отношения к вот этим всем войнам, сражениям и историям про то, что я всех спасу. Внутреннее – это значит найти то, что будет приносить тебе удовольствие, то, что поможет тебе раскрыться, и то, в чем будет кайф. Я не знаю людей, адекватных и осознанных, которые бы получали удовольствие от войны. Я сейчас говорю не о войне в мире, а я говорю сейчас именно о войне в каких-то отношениях. Войне в мире – это вообще мне непонятно. Теперь давайте эту преамбулу перемотаем. К чему я это все говорю? Я говорю это все к тому, что… Почему вообще возникают конфликты? Ну вот смотрите, живут два человека – он и она. У них есть какие-то интересы, может быть, с института, со школы они вместе учились или вместе работали на работе, и было прикольно. У них были какие-то общие темы, все было замечательно, и вот они начали жить вместе. Начали жить вместе, и у них появились общие… Мы живем в материальном мире, появились общие какие-то штуки, такие как бюджет. Хотите вы или нет, мы очень плотно с вами в материальном мире связаны с деньгами, потому что нам хочется отдохнуть, нам хочется родить детей, иногда такое бывает, купить какие-то шмотки, куда-то поехать. Мало того, нам не просто хочется, мы все время себя сравниваем с людьми, которые находятся вокруг нас. И либо вокруг нас находятся полные васи, и мы вообще боимся смотреть мир, либо мы все-таки любим листать ленту Инстаграм, замечать других людей, и понимать, что мир очень материален, и в мире есть очень много всяких крутых благ. И задаваться вопросом, а почему мы, собственно, не можем себе этого позволить. Зачастую люди живут, многие обычные люди, боясь вообще рассуждать о деньгах в принципе. То есть деньги – это вообще для многих людей запретная тема, потому что деньги являются ключевым страхом для большего количества людей. Именно поэтому у них этих денег и нет. Страх, потому что непонятно, где их взять, непонятно, как их заработать, из-за денег все ссоры всегда, из-за денег ругались родители, из-за денег на работе проблемы. Короче, деньги для большинства людей являются такой огромной проблемой. И когда жизнь двоих людей начинает соединяться, и у них начинаются вот эти материальные истории, заплатить за квартиру, или построение какого-то совместного будущего, или там дети и так далее, в какой-то момент, если один из партнеров оказывается не такой, как второй, вот это ключевая история. То есть, если вы оба имеете одни и те же ценности, убеждения в отношении вашего развития, то у вас не будет проблем. Вы либо будете оба все время работать и зарабатывать больше, либо вы будете оба зарабатывать мало, и вас это будет устраивать, либо вы не будете работать и будете вровать, вы либо будете брать у родителей. То есть, если ваши модели совпадают, то у вас не будет проблем. Вот ни с чем. Но очень часто бывает так, что когда люди начинают строить отношения, они либо врут друг другу, ну то есть, знаете, как любовь, все типа я не хочу показаться ему, что я думаю о деньгах, а он хочет показаться лучше, чем он есть, поэтому он у друзей берет деньги на ресторан. И вот, ну бывают другие какие-то истории, но неважно. Вот сошлись два человека, и потом они вдруг начинают видеть, ну прозревать, да, и видят друг друга настоящими. И оказывается, что, например, одному человеку не хочется вообще особо двигаться, особо шевелиться, особо напрягаться, ему нормально, да, у него вот все, что есть в жизни, его устраивает, так жили его родители, так живут его друзья, ему очень хорошо. А второй человек вдруг чего-то начинает хотеть большего. Тот, кто начинает хотеть большего, очень часто это женщины, естественно, потому что если мужчина хочет большего, то женщины обычно не сопротивляются, да, он начинает больше зарабатывать, говорит, я хочу пойти еще на одну работу, я хочу еще больше делать, она говорит, отлично, замечательно, молодец. Но если происходит по-другому, и женщина начинает говорить, я хочу большего, тут есть две модели поведения, первая, женщина сама начинает больше зарабатывать, второе, эта женщина начинает на своего мужчину, эй, посмотри на Гришу, а знаешь, что Миша подарил Таньке, а знаешь, что Вова, у мужчины в любом из этих двух случаев начинается дискомфорт, ему начинает становиться плохо. Заметьте, я не психолог, не претендую, я просто размышляю вслух вместе с вами. То есть это обычные жизненные истории, невыдуманные, да. То есть в двух этих случаях мужчине плохо. Первое, ему не нравится, что его женщина становится лучше. Как это ты лучше меня? Вообще априори такого быть не может, я же мужик. Второе, это то, что ты меня с кем-то сравниваешь, ты меня унижаешь, ты считаешь, что он лучше. Как реагируют мужчины? Вообще на все. Мужчины реагируют, любая реакция, когда что-то происходит не по плану, то есть вот вы как-то себя вели, по одному, и вдруг начали вести себя по-другому. Любое изменение, любое изменение модели поведения женщины всегда, и, кстати, мужчины тоже, воспринимается страхом. Но человек не говорит мне страшно, а у него страх может выражаться очень по-разному. Агрессия, ты дура, конченная, бля, это вообще. Это страх. Ощущение вот это вот, вот, жалости, я тебе не нужен, ты любишь только деньги. Это страх. Обвинения какие-то. Ты вообще что-то себе напридумывала, ты насмотрелась своих подружек. Это страх. Любое проявление какое-то у мужчины на то, когда вы заявляете о том, что я хочу больше, или я могу больше, или, то есть он чувствует это как, я больше ей такой не подхожу, и мне страшно. И вот этот страх начинается бить, любить, ненавидеть, орать, давить на жалость, болеть, я заболел, пожалей меня, как ребенок. У ребенка тоже, когда есть страх, он тоже начинает давить на жалость очень часто. То есть любое проявление, когда ваш партнер очень резко меняет, вот запомните себе это, когда ваш партнер резко меняет модель поведения, это его реакция, это его страх. Просто он у каждого маскируется по-разному. Вот таким образом. Мне страшно, и все. И дальше он выбирает какую-то себе такую позицию. Просто об этом помните, тогда вам будет проще как-то эти отношения построить. Что происходит дальше? То есть вы понимаете, что у вас начинается, у вас изменились векторы. Вы вот так вот ехали вдвоем, и тут вдруг один вот туда. Понимаете? А теперь смотрите, что происходит. Тут разные есть варианты, но женщины чаще всего обращаются ко мне как. Они говорят, Оль, меня вот туда развернуло, я уже понимаю, что нам туда, а мой мужик туда. Как мне его потянуть? То есть женщина хочет искренне помочь своему мужчине из вот этого положения перейти вот туда. И это проблема. На самом деле, я люблю назвать проблемы задачами, но тем не менее, это иногда является проблемой. Почему? Потому что попробуйте, например, машину, у которой руль влево, повернуть налево. Это будет легко, даже если вы ее подтолкнете. Если у машины руль, колеса вывернуты направо, а вы хотите налево, то это будет сильно сложнее. И вот этот вот момент хотите или не хотите, он является ключевым. Потому что перед тем, как совершать любое действие, важно понимать, не только хочет ли ваш партнер, но и чего хотите вы, и хотите ли вы это с этим партнером. Объясняю. Вот смотрите, вы, когда у вас начинались отношения, вы были в предлагаемых обстоятельствах. И в этих предлагаемых обстоятельствах, ну, например, вы там учились в институте, он был мальчик на три курса старше вас, потом он снял себе квартиру, вы потом переехали к нему, это было очень престижно, он вас приходил забирать после университета, может быть, он даже купил себе какую-то маленькую машинку, вот, он вас забирал, или старенькую машинку, он вас забирал, и вы были очень крутой девчонкой. Потому что у вас парень, который старше, вы живете в Киеве с ним, снимаете, или вдруг в своем городе, снимаете квартиру, и у вас типа все классно. Следующий момент, вы закончили институт, и теперь стали тоже работать, только вы попали в хорошую компанию, и начали там расти и развиваться, и в какой-то момент ваша зарплата стала значительно расти, у вас стали расти перспективы, все, а ваш партнер не меняется. У вас начинается, у женщин есть такая классная штука, у нас начинается чувство вины. Когда у нас что-то лучше, чем у мужчины, у нас чувство вины возникает, как же ему будет плохо от этого, что же мне делать. Женщина может часто скрывать, сколько она зарабатывает. Всячески покупать своему мужчине одежду, вообще всячески его продвигать, включая то, что женщина, это моя мама была, купить машину, например, сказать, что я боюсь водить, и пытаться заставить своего партнера. То есть, женщина всячески, у нас такая есть, я не знаю, материнская штука, женщина начинает это делать. И теперь смотрите, если партнер в этот момент говорит, блин, Машка, ты такая вообще у меня молодец, я тоже, а ты можешь мне подсказать, помочь, или там, давай, у меня есть какие-то идеи, давай что-то вместе сделаем. Если партнер активный, он понимает, блин, классная Машка, мы сейчас вместе, я ради Машки, я для себя, и у мужчины есть этот движок. И тогда они сообща, у них совпадает энергия, у них начинаются разные материальные статусы личные, но у них совпадает энергия. И они начинают вдвоем искать какую-то движуху, вместе, раздельно, неважно, они совпадают по энергии. У них есть вот эта общая вся история. То есть, даже если у него не получается, он переживает, она говорит, да подожди, давай, он говорит, нет, я ночь не сплю, я придумаю еще одну, давай вот так попробуем. Энергия является ключевым. И если вы находитесь в паре со своим партнером, у которого есть энергия, но периодически, например, он, блин, устал, вы знаете, что он другой, но у него опустились руки, вы можете эту энергию зажечь, потому что вы знаете, что в нем есть печка, и туда нужно забросить спичку. Но если в вашем партнере нет печки, если ему нормально и так, и вы меняетесь, а он вас только унижает или по-другому реагирует, выражает свой страх апатией, гулянками, алкоголем, ничем не деланием, по-разному, любое это проявление, это проявление его страха. И если он активно сопротивляется, а вы ищете пути, как такого партнера зажечь, потому что я же не могу его бросить, вот она же не бросила, мы вместе с ним это пройдем, он не хочет этого с вами проходить, он не хочет этого вообще проходить, потому что его личный энергетический уровень, ваш вот такой, вот такой, а его вот такой, ему не надо. И вы вместо того, чтобы это осознать, очень часто начинаете играть в героиню-мать. Когда вы начинаете его, значит, там нет, я спасу, нет, я буду за эти отношения сражаться, нет, я буду за них бороться. Бывает второй момент, когда женщина сама ничего еще не достигает, но она понимает, что она хочет уже другого партнера. Она понимает, что на это она уже не согласна. И когда она говорит об этом своему супругу, давай что-то сделаем, и он опять-таки реагирует агрессией, тут два момента. Первый, женщина поддается и превращается в жертву, она живет с мужчиной, которого она ненавидит. Либо второй момент, она просто должна его оставить и пойти дальше. Потому что в тот момент, когда ты утром обнаруживаешь в гардеробной, что ты не влазишь в джинсы, у тебя есть выбор. Ты даешь себе неделю, чтобы похудеть, или ты идешь и покупаешь джинсы на размер больше. Вы всегда, вот чем трезвее вы научитесь оценивать ситуацию, в которой вы находитесь, тем мобильнее вы будете, тем вы будете больше себя понимать, а не жить в какой-то вот такой иллюзии. Поэтому, когда речь идет о том, чтобы спасать отношения, важно понимать, что вам спасать. Есть ли вам что спасать и хочет ли ваш партнер того же, чего хотите вы. Теперь следующее. Вы меня слышите вообще? А то вы такие все молчите. А я пока тут со свинкой Пеппой разбираюсь. Мне кажется, у меня периодически зависает чат. Я уже поняла, что это произошло. Ну ладно. Будем надеяться, что все хорошо. О, спасибо, я увидела значок. Спасибо. Итак, будем дальше с вами. Я сказала о том, что очень важно понимать, чего вы хотите. Но не только того, чего вы хотите от партнера, а чего вы хотите вообще. Почему? Вообще, почему я над этим работаю? Я сейчас всю свою активную жизнь посвящаю как раз тому, что работаю над собой и учу других людей. Учу, мне не нравится слово. Помогаю другим людям тоже разобраться, как это делать. Давайте вот так. Слово учу не нравится. В чем фишка? А фишка в том, что как ни крути, наша с вами счастливая жизнь каждого из нас, вот так, зависит от того, на что мы, как мы себя сами настроим и что для нас вообще означает эта счастливая жизнь. И для того, чтобы мы могли сейчас в этом мире пристроиться, вот в энергетическом, а мы с вами живем в квантовом пространстве, в энергетическом пространстве, и все вокруг нас является энергией, и мы с вами тоже энергия, нам необходимо с этой энергией резонировать, нам необходимо найти ту чистоту, в которой нам будет комфортно. Так вот, для этого нам важно понимать, а чего я хочу. Я уже говорила вам неоднократно, что нас, знаете, если бы в фантастическом фильме все время глушили, нас никогда не учили слушать себя. Нас учили слушать старших, папу, маму, бабку, деда, учителя, кого угодно, но не себя. И поэтому мы не привыкли знать, чего мы желаем и чего мы хотим. Многие из нас даже не знают на самом деле, что они любят пить, сухое вино или мокрое вино, розовое брюд или еще какое-то. Какое есть, я за компанией выпью. Многие из нас не знают вообще, вообще о себе мало что знают. Это действительно, вот у меня есть подруга Юлия Гайворонская, она обучает сексу. Смешно, да? Ну, типа звучит. Что значит обучает сексу? Так вот, я когда побывала на ее лекциях, я себя почувствовала первоклассницей, потому что я поняла, что мы, нас не то, что не учили, нас вообще стыдили себя изучать, вообще стыдили, и мы вообще мало с вами что об этом знаем. Но это другая история. Я как раз Юле вчера говорила о том, чтобы провести совместный эфир на эту тему, потому что это интересно. Так вот, мы вообще ничего о себе не знаем. И когда мы чаще всего сходимся с партнером, мы сходимся с партнером по моменту вспышки, страсти, потому что так надо, потому что понравился или потому что вообще посмотрел на меня. Вот какие-то такие есть моменты. Но мы позже начинаем немножечко, значит, когда мы начинаем уже совместно какие-то строить отношения, мы начинаем друг дружку узнавать. И тут проблема в том, что, понимаете, представляете, как узнать человека, который даже сам не знает себя. Вот, например, он реагирует на что-то или вы на что-то реагируете остро, а потом вот вы так сидите и думаете, а почему я так на это реагирую? И вдруг вы понимаете, что вы так на это реагируете, потому что вам это страшно не нравится. Но до этого момента вы никогда не знали, что вам это не нравится. А почему? Потому что вы не задавали в себе вопрос, а что мне нравится? Вот, понимаете, это такая глобальная проблема, которую я наблюдаю, ну вот буквально там несколько дней назад мне пишет мама, сейчас мама часто мне пишет, потому что у меня много детских сторис. И вот она пишет, вот Оля, как вы заставляете своих детей тренироваться? Вот они, у них же так много тренировок, вот как вы их мотивируете, как вы их заставляете, что вы делаете? Потому что я свою заставляю, она плачет и никак не хочет. А я ей говорю, а зачем вы заставляете? Она говорит, ну как? Я хочу воспитать, значит, там, ребенка, целеустремленного, там, лидера, траля-ля. Я говорю, а что ребенок хочет? Вы спрашивали? У нас вообще не принято спрашивать, что хочет ребенок. Вырастешь? Говорим ему мы. Ну, нам так говорили. Тогда решишь. Сейчас, пока я твой родитель, я за тебя решаю. Мы улыбаемся с этих фраз, но большинство людей по-прежнему ведут себя так же. И я задаю вопрос, вы спрашивали, что хочет ребенок? Шок, типа, что надо спрашивать? Я задаю следующий вопрос, а какой пример видит ваш ребенок? Вы хотите воспитать в нем те качества, которых в вас нету? Потому что, если бы они в вас были, то, первое, вы бы не мучили своего ребенка, второе, ваш ребенок брал бы с вас пример. Все вопросы, которые мне задают и просят, Оля, сделай какой-то курс для детей, я говорю только одно, станьте сами классными, разберитесь с собой, и ваши дети возьмут с вас пример, что нужно разбираться с собой. Мы все хотим изменить других, при этом не меняясь сами. Так вот, вы должны понимать, что партнер, которого вы привлекаете, чаще всего, это тот партнер, которого вы достойны. И чем вы неосознаннее сами, тем такого же партнера вы и привлекаете. И вы пытаетесь, значит, дальше стать мамочкой, папочкой, или кем-то еще, а нужно попросту стать честным. И сказать себе, вот знаете, что такое бальные танцы, хорошие, ну, плюс-минус. Есть партнер, мальчик, есть партнерша, девочка. Если партнер, мальчик танцует плохо, а партнерша, девочка хорошо, будет ли это хорошим тандемом? Нет. Если партнер, девочка танцует хорошо, а партнер, мальчик плохо, будет ли это хорошим тандемом? Нет. Если хороший мальчик хорошо танцует, и девочка хорошо танцует, будут ли они хорошие пары? Не факт. Потому что, им еще нужно станцеваться вместе, но шансов сильно больше. Потому что, для того, чтобы пара состоялась, помимо того, что должен быть один классный, должен быть классным второй. и у них должно быть желание быть вместе. Вы понимаете, о чем я вам говорю? До тех пор, пока вы сами не понимаете, кто вы, чего вы хотите, что вы делаете, пока вы не являетесь самостоятельной единицей, которая счастлива и знает, чего она хочет и как она будет развиваться, вне зависимости от того, что будет делать второй партнер, вне зависимости от его выбора, вы будете все время ведомым и несчастным. Потому что даже в хорошей паре, когда расходятся мальчик и девочка, если они оба классные, поверьте, они оба найдут себе партнеров дальше. Но если один был все время сильным, а второй был жертвой, то вы сами понимаете, что из этого получается. Поэтому запомните, если вы хотите классные отношения, то в этих отношениях вы непременно должны и сами быть классными. И любой какой-то крутой опыт мы должны начинать с себя. Не строить наши отношения относительно того, что я буду счастлив, если у меня будет что-то. Это неправда. Если вы не научитесь быть счастливым самостоятельно, что такое счастье? Счастье – это наш внутренний мир, это реакция, это банальная реакция на то, что с нами происходит. И чем больше с нами происходит того, что нам нравится, мы живем в хорошем доме, мы счастливы, в том доме, в котором мы хотели. Мы встречаемся с тем человеком, который нам нравится, мы счастливы, потому что мы получили то, что мы хотели. Мы живем, мы, не знаю, имеем, зарабатываем денег, которые нам достаточно для того, чтобы получать то, что нам надо, мы счастливы. Это счастье – это реакция. И все. Эмоциональная реакция, не более того. Так вот, смотрите, до тех пор, пока вы не разберетесь с тем, чего хотите вы, вы не можете строить нормальные отношения. Вы их не можете строить, потому что вы сами по себе не являетесь, вы не понимаете вообще, кто вы. Понимаете? Вот вы можете строить отношения с человеком, которого вы вообще не понимаете, какой он, что. Нет, вам нужно знать, как его зовут, что ему нравится, чем он. Пусть даже часто это какой-то образ, который вы сами себе придумали, но вам это необходимо. Так вот, мы очень часто знаем о партнере больше, чем о себе. и я нахожу этому подтверждение, когда люди приходят ко мне на марафон рерайтер жизни и становятся в стопор при написании книги на некоторых главах. А я всего лишь прошу их написать сочинение на тему. Например, сегодня мои путешествия, куда я хочу отправиться. Вот напишите такое, такие страны и опишите эти путешествия так, как будто бы они сейчас встанут с листочка и оживут. И у человека начинается стопор. Мы не говорим о том, что ты должен вложиться в бюджет, вот только в эту страну. Вот мы говорим, выбирай из всего. И человек не может выбрать. Мы говорим, напиши, опиши свою ванную комнату мечты. Вот у тебя есть все деньги мира, все возможности, опиши. Человек не может описать. Он мыслит в масштабах своей двухкомнатной квартиры. Не может описать. У нас проблема с тем, что мы живем в потрясающе изобильном мире и сегодня это не только энергетическое изобилие, это материальное изобилие, потому что в мире такое количество различных предметов, мест, домов, всего. В мире огромное количество картинок. Люди выходят в Пинтерест и не могут себе ничего выбрать. Почему? Мозг не верит, блокирует, мешает, вообще не верит, что это все не для меня, это все невозможно, я даже на картинки смотреть не буду, я даже из картинок выбрать не могу. Вы считаете, это не проблема? И вы считаете, что такой человек, вы, можете построить успешную карьеру, успешные личные отношения, вырастить счастливых детей, если вы полностью находитесь в блоках, полностью, вы себя закрыли со всех сторон. Для большинства людей зарплата в тысячу долларов является пределом мечтаний, пределом. Поэтому многие люди и не зарабатывают больше этой суммы денег, а многие гордятся, что они зарабатывают эту сумму денег, потому что больше в их голове даже не укладывается вообще, никак, никак. Когда я людям, например, иногда называла сумму денег, которые я зарабатываю, люди не воспринимают очень часто это, они не верят. Они не верят, что такое вообще может быть. Это тоже блоки и ограничения. И вот вы понимаете, что вот находясь, простите, недоразвитым человеком, внутренне абсолютно ограниченным, которому все время с ящиков указывают, что делать, сейчас голосовать, вот сейчас посмотрите на уровень политической рекламы. Сейчас в Украине выборы будут и у нас идет политическая реклама. Я когда слушаю вообще, что говорят люди «У нас проблемы, все погано, там мы сможем цепь примахты». Это вообще на кого? Это понимание того, что нас воспринимают, что наша страна это полная бдлятина, которая может это хавать. А знаете, что самое страшное? Что действительно бдлятины у нас полно. Бдлятины не из контекста того, что это плохие люди, наверное, некорректное слово воспринимают нас как бы длятины. Нет, люди, я даже не знаю, не то, что спящие, я даже не знаю, как назвать, я даже не знаю, почему люди сами себя позволили настолько спрятать, настолько сделать нищими, а нищие это всегда мозги. потому потому что когда люди кормятся вот таким всю жизнь, вот такими сообщениями, телевизорами, становятся ваши мозги нищими, потому что вам никто не запрещает ничего иметь, кроме вас самих. И вот большинство людей делают из отношений цель своей жизни. Решение проблем в семье для многих становится целью жизни, смыслом жизни. Людям нравится, что там есть проблемы, что он пьет, что он изменяет, что он поэтому люди так и боятся этих гребаных измен, потому что это все такое, знаете, это сахарозаменители. Я очень люблю колу зеро, и Сергей мне все время говорит о том, как это вредно, потому что это сахарозаменители, потому что складывается иллюзия, что вы живете полноценной жизнью, что вы страдаете, что вы переживаете, а на самом деле это просто иллюзия, потому что вы крутитесь, вы выбрали себе вместо огромного мира, в котором вы можете развиваться, раскрывать свои потенциалы, покорять этот мир, нести что-то полезное, летать, вот так, вы выбрали себе маленькую вот такую игрушечную кружечку, и сидите, и в ней разбалтываете, представляя, что это весь мир. Вы сами себя ограничиваете, и для того, чтобы этот момент каким-то образом изменился, необходимо начать делать что-то принципиально новое, начать путь. Я не могу вам сказать, что это очень легкий путь, но я могу вам сказать одно, это очень интересный путь, потому что первое, он бесконечный, второе, он ведет вас принципиально в другую вообще плоскость. Если вы ходите вот так вот, представим себе, что это наш земной шар, вы ходите вот так вот, все время, всю свою жизнь, то здесь вы начинаете вот так вот, а туда бесконечно, но вы начинаете совершенно по-другому смотреть на мир, вы начинаете познавать себя, вы начинаете чувствовать, вы начинаете рисковать, вы начинаете получать, вы начинаете совершенно другую жизнь, вы начинаете видеть, когда вы поднимаетесь, вы начинаете видеть, как все ходят по кругу, вначале вас это начинает раздражать, потому что вы понимаете, что люди выглядят как реальное стадо, которое ходит по кругу, потом вы начинаете понимать, что это их личный выбор, потом вы начинаете кому-то бросать удочки, кого-то выхватывать, начинаются самые разные уровни, и поверьте, я понимаю, что они у каждого свои и безграничны, но вырваться из круга, где вся жизнь строится на том, что он мне изменит, а если он больше заработает, а я его спасу, не надо. Вот мой месседж сегодняшний такой, не надо никого спасать, станьте примером, и если ваш партнер, будь это мужчина или женщина, увидят вас другого, которым вы становитесь, и захотят к вам присоединиться, дайте им руку, но если они начнут вас топить, садитесь на моторную лодку и гоните от них, потому что человек, который тонет, и которого вы неправильно спасаете, утопит и вас. Оставляйте это чувство вины и жертвенности. Когда вы начинаете расти и меняться, вы начинаете, это быстро происходит, и уже на первых этапах вы можете честно себе сказать, что я с этим партнером, я не хочу сам дальше идти, я вырос, я изменился, я не хочу его менять, я хочу уже другого, потому что я сам изменился. Вернемся к моим любимым байным танцам. Представьте себе, вы партнерша, у вас есть партнер, вы на одном уровне, вы начали вместе танцевать, но вы тренируетесь чаще по отдельности, вы тренируетесь шесть раз в неделю, а он один раз в неделю. Вы через полгода становитесь с ним в пару, в очередной раз, и понимаете, что вы не можете, вы уже можете танцевать в других категориях, у вас совсем другой ресурс, а он по-прежнему остался на этом уровне. Вы скажете, нет, я буду продолжать. Да, вы можете ждать полгода, но как вы думаете, если он прошлые полгода ни черта не делал, вы правда думаете, что он сейчас начнет? Откуда у людей вот этот вот момент, он изменится? Человек меняется тогда, когда он хочет, и если он действительно изменится, и это станет для него стимулом, то он придет к вам, он скажет, так, подожди, ты скажешь, я пошла к другому партнеру, он скажет, хорошо, ты идешь к другому партнеру, но, блядь, я приду к тебе через месяц, и ты увидишь, и ты выберешь, ты скажешь, ну окей, давай, в нем включится соревновательный дух, но это один из ста, а может быть и один из десяти тысяч. Если человек на самом деле, такое бывает в парах, когда женщина уходит, а мужчина просыпается, или наоборот, и пара сходится, у меня есть такие знакомые, которые разводились и снова женились, разводились, и снова разводились, и снова женились, разные есть. Тем не менее, когда вы принимаете позицию, я хочу спасать, задайте себе вопрос, я хочу спасать, или я считаю, что я должен спасать, или я боюсь остаться без этого человека. Если я боюсь просто остаться один, то начните работать над вот этим своим одним, потому что с кем бы вы ни были, самым сильным партнером, самым лучшим в мире партнером, вы не должны, вы должны работать над тем, чтобы не бояться остаться одному, не бояться. Вот это самое ценное, это как на работе. Знаете, мне часто говорили люди о том, что, когда я занималась свадьбами, я огромное количество людей обучала, и, конечно, были люди, которые обучались у меня на тренингах, а были мои сотрудники. И мне часто говорили о том, что вот я так сотрудникам все рассказываю и так круто их обучаю, они, скорее всего, скоро станут моими конкурентами, уйдут и откроют. Я всегда говорила о том, что, вы знаете, я этого не боюсь, мало того, я говорила своим сотрудникам всегда так, никогда не бойся работать больше, чем, по твоему мнению, тебе платят. Потому что то, чему ты научишься, и то, насколько крут ты станешь, всегда останется с тобой. Я перестану тебе платить, и ты перестанешь мне отдавать эти услуги. Но твои навыки – это то, что навсегда останется с тобой, это то, что от тебя не уберут. И когда на соревнованиях мне, например, говорят, там, у Алисы или у Евы, ой, судейство будет, значит, какое-то тут странное судейство, могут занизить баллы, я всегда говорю, баллы занизить могут, а мастерство не могут. И поэтому всегда говорю Алисе, что если ты сейчас, она говорит, мама, там говорят судейство, я говорю, если ты сейчас выйдешь и сделаешь все круто, то, поверь мне, это сделает тебе только честь, вне зависимости от того, какое место тебе поставят. А если ты выйдешь и все раскидаешь, а тебе по блату поставят первое место, то нахер такое первое место нужно. Поэтому всегда помните о том, что работая над собой, не над отношениями, не над парой, не над ним, как часто женщина говорит, я всю себя тебе посвятила. Нахера ты это делала? Я сидела в это время, пока он поднимал капитал. И запомните, запомните, каждый партнер в любой момент может уйти. На тот свет, к другому человеку, к вашему подруге, другу, няне, неважно. Вы должны жить так, чтобы вы всегда знали, что вы себе не изменяли, что то, что делали вы, вы всегда выбирали себя, и вы всегда развивали себя. Поэтому, когда приходят на рерайтер, и мужчины начинают, у меня чаще мужчины это делают, начинают наезжать на девочек. Да ты меняешься, да ты, блин, такая, да ты, блин, сякая, да что тебе там наговаривают. Это проявление мужского страха. И нужно понимать и задать ему вопрос, а чего ты так боишься сильно? Чего ты так сильно боишься? Ты боишься, что ты будешь мне не соответствовать. Ты боишься, что я захочу большего. Ты боишься, чего ты боишься? Ты боишься, что я вырасту. Чего ты боишься? Потому что это всегда реакция такая. И никогда нельзя говорить, ну, моему партнеру это не нравится, поэтому я не буду этого делать, поэтому я не буду развиваться. Вы можете, если вашему партнеру это не нравится, не пойти в какой-то ресторан или не готовить утку на ужин. но отставить свои желания глобальные на второй план потому что вашему партнеру это не нравится забыть о них вы не можете потому что ваш истинный партнер никогда бы вас об этом не попросил потому что партнер крутой это партнер который тебя уважает партнер который уважает твои интересы твои ценности не меньше чем свои да не всегда это легко принять да это может не нравится но тем не менее только такие отношения я считаю имеют возможность переживать годы переживать какие-то кризисы и так далее следующий момент нету ничего зазорного в том чтобы прийти и попросить у своего партнера помощи в чем-то мне сейчас сложно морально у меня что-то не получается я себя не так чувствую мне что-то нужно неважно здоровых отношениях всегда есть место этому разговору и если ваш партнер начинает вас в чем-то в этот момент обвинять это тоже повод задуматься о том а тот ли это человек я поняла что главной подушкой безопасностью в жизни являются не деньги не материальная ценность которая у тебя есть на тот случай если ты решишься своим партнером разойтись а то кем являешься ты сам то насколько ты ставил свои желания и цели на первое место или на последнее вот это очень и очень важно мы часто пытаемся вот эти желания требовать от другого ты должен вот вот мне это сделать если ты это не сделаешь значит и там ну вот эти ультиматумы да вот моя любимая история но важно понимать что ваше развитие не должно затрагивать развитие вашего партнера то есть он не должен выступать в этом жертвой то есть когда мы говорим об эгоизме мы говорим о том что я это делаю так чтобы другим на других это не влияло мое развитие это не значит жертва кого-то другого понимаете о чем я говорю то есть например есть эгоизм такой что мне важно чтобы моя жена сидела дома мужчина такое говорит и он и говорит вот если ты не будешь сидеть дома значит все ты мне не подходишь это называется эгоизм и тут вопрос подходит ли это женщина если женщина гряды всю жизнь мечтала сидеть дома греть очаг и вот для меня эта роль самая комфортная ну окей я не понимаю этого это очень опасная роль но тем не менее но если вы чувствуете себя по-другому вы думаете я же ради отношений ничего никогда не делайте ради отношений делайте всегда все ради себя ради себя тогда у вас будет такой партнер и тогда отношения ваши априори будут классными ценными потому что у вас ценности будут совпадать отношения семья еще что-то это ценности это ваше совпадение ценностей это тоже такой очень 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 важный пункт поэтому опять-таки возвращаясь развитие все себя инвестирование в себя, мысли о том, чего я хочу, как я вижу этот мир, каких я хочу детей, чем я хочу заниматься, что для меня есть моя жизнь, как я ее хочу прожить – это самые глобальные вопросы, на которых вы должны сосредотачиваться и развиваться. И то же самое должен делать ваш партнер. И когда вы находите партнера, с которым вы совпадаете в этих ценностях, ваша жизнь прекрасна. Когда у вашего партнера ценности другие, посвящать свою жизнь тому, чтобы спасти и поддержать его, вы выбираете роль полу-жертвы, потому что с одной стороны жертва как бы вроде он, с другой стороны вам нравится эта жертвенность, поэтому тут уже смотреть на все это вам. Так, вы такие прям все непослушные, без вопросиков, прям совсем. Итак, давайте подытожим, в принципе, все, что я вам наговорила. Значит, так или иначе в отношениях принимают участие две стороны. И так или иначе отношения могут быть успешными и удачными, когда мы идем с вами по одним рельсам. Либо, ну по одним. Нет, вот для меня все-таки по одним. В любом случае в одном направлении. У каждого может быть своя высота в зависимости от того, которую вы выбрали. Но для того, чтобы ваши отношения были успешными в бизнесе и в личном плане, важно понимать, чего вы хотите. И начать задаваться этими вопросами как можно раньше. И когда вы станете родителями, и если вы ими стали, задавайте эти вопросы своим детям. Наблюдайте за ними. Они не всегда могут сказать, но они всегда это показывают и демонстрируют. Не пытайтесь и перестаньте учиться заставлять других людей делать то, что вам хочется. Лучше задайте себе вопрос, а мне чего хочется и что я могу сделать для себя. Почему так задевает слово предательство, если подумать, как вообще может предать себя другой? Абсолютно, вот вы сейчас правильно сказали, если подумать. Люди нас не приучили думать. Когда мы с вами начинаем размышлять, почему к нам приходят инсайты? Потому что мы начинаем понимать вроде бы как простые на первый взгляд вещи, но мы смотрим на них с другой стороны. Люди очень любят шаблоны. Вы знаете, я даже в бизнесе заработала на, у меня был продукт, назывался 80, не помню сколько, документов для свадебного организатора. Мы создали сначала CRM-систему, вложили в нее больше 100 тысяч долларов. И она не пользовалась спросом. Она стоила копейки, электронная система, где можно было вести полностью свадьбы, сметы и так далее. Она не пользовалась спросом. И тогда я сделала документы в файле Word и таблице Excel. И мы продали их за все время больше, чем на 150 тысяч долларов. Это были шаблоны всякие, вот такие какие-то вещи. И Сережа был мой в шоке, потому что он не верил. А я ему говорила, девочки, это всегда история про листочки и блокнотики, а не про CRM-систему. Потому что в CRM-системе нужно было вначале подумать, куда там что написать. А на бумажке просто все написано, и все, там сильно думать не надо. И это такой удивительный момент, мы не любим думать. Многие люди не любят думать, не приучены думать, поэтому и имеют на все готовые ответы, что это плохо, это хорошо, так не делай. Если вы начнете задавать, например, примитивные вопросы учителю какому-то, почему так не делать, а почему это нельзя, из-за чего это вот так вот, то вам не смогут ничего ответить, разумительного, умного, это будут какие-то готовые шаблоны. И заметьте, взрослые люди всегда в детстве на нас очень злились, когда мы спрашивали им какие-то вопросы, они на все отвечали, там вырастешь, поймешь, почему по кочану, ну вот это оттуда и пошло. Поэтому вы абсолютно правильно сказали, что если подумать, то действительно нас никто предать не может, мы только сами себя можем предать, мало того, мы предаем себя каждый день, потому что зачастую являемся жертвами и делаем то, что нам не нравится, не находим время на себя, на самое важное, не имеем возможности себя развивать, живем не в тех условиях, в которых бы мы хотели, выглядим не так, как мы хотим, едим не то, что нам нравится и спим не с теми, с кем хотели бы спать. Поэтому мы предаем себя постоянно, но нас не учили опять-таки думать, и поэтому люди не думают, и поэтому гораздо проще навешивать клише и разбираться с тем, что Петя сделал неправильно, а уж тем более твой партнер, он же всегда найдется, что он сделал неправильно, поэтому он все вообще делает неправильно, и это прекрасная тема, чтобы об этом говорить с подругами, это пища для вашего ума, мозга, это наполняет вашу жизнь, делает вас жертвой, вы решаете проблемы, вы переживаете, вы чувствуете себя сильным человеком, мама вас поддерживает в этом, вы социальны, вам нравится в этом всем быть, в общем, все прекрасно, вот, поэтому думайте. Так, какие книги посоветуйте почитать на тему визуализации? Я посоветую вам прийти на марафон Рерайтер жизни, потому что какие бы книги вы не читали до тех пор, пока вы не начнете грамотно практиковать, погружаться и делать это регулярно, никакие книги вам не помогут. Так, хочу выходить из треугольника в жертвы-спасатели агрессии. Выходите, пожалуйста, я рада. Сколько вам лет, о, наконец-то у меня получалось, мне было 37 последний раз на моем дне рождения, но я не уверена, мне все-таки хочется, чтобы это была какая-то ошибка. Итак, друзья, мы 1 ноября запускаем новый, уже восьмой поток моего марафона Рерайтера жизни. По сути, этот марафон про вас, про любовь к себе, и я считаю, что каждый человек, который любит себя, должен начинать с этого марафона, потому что внутри вас ждет огромный туннель, в котором вы сможете получить все, что вам необходимо, а самое главное, начать свой рост, не схождение по кругу бесконечного, а наконец-то поменять свое направление. Это будет увлекательно, это будет интересно, не всегда просто. Вы начнете слышать другие мысли, вы начнете понимать другие мысли, вы научитесь размышлять, думать, и вы начнете замечать, что вы живете в неидеальном мире, но вы начнете понимать, каким образом вы получили ту жизнь, в которой вы живете, и как сделать так, чтобы вы смогли получить другую. На марафоне Рерайтера жизни мы пишем книгу. Мы пишем книгу по принципу того, что представьте себе, что вы читаете идеаль, книгу об вашей идеальной жизни. Вот вы ее открываете, помните, как любовные романы, вы, наверное, все это проходили, кому чуть больше 25, когда там, в каком замке они жили, как они жили, какие у них были отношения, какой у них был гардеробный, какой у них был секс. Мы описываем свою идеальную жизнь, мы смотрим, а знаем ли мы, какую идеальную жизнь мы хотим. Мы начинаем искать ответы на эти вопросы, мы начинаем замечать все убеждения, которые у нас срабатывают, мы начинаем разбирать все негативные программы, которые у нас есть. Мы очень много начинаем делать, и поверьте, это мега интересно. И самое главное, это очень быстро начинает отображаться в нашей реальной жизни. Будьте готовы к тому, что жизнь начнет меняться быстро. Это будет пугать многих, потому что все начинает по-другому быть. Наши мысли, они притягивают к нам ту реальность, которую мы с помощью этих мыслей создаем. И когда вы начнете мыслить по-другому, а вы в любом случае начнете это делать, вы начнете замечать изменения этой реальности. И, конечно же, как и любые изменения, они всегда нас страшат. Будут какие-то моменты, когда будет непонятно, но в целом мы вместе с вами пройдем этот период, и вы перейдете на другую сторону реки и пойдете дальше к изучению себя. Нет ничего интереснее и ничего более полезного, нежели это. Потому что до тех пор, пока вы не разберетесь со своими программами, не разберетесь со своими желаниями, не разберетесь со своей головой, вы не сможете чувствовать себя счастливым человеком. А не став счастливым человеком и постоянно находясь в поисках счастья извне, вы просто себя обманываете. Вы не можете сделать никого счастливым до тех пор, пока вы сами будете несчастны. Для меня в свое время главной мотивацией стали дети. Я поняла, что я хочу, чтобы мои дети жили иначе, и чувствовали иначе, и воспринимали иначе, и задавали себе другие вопросы. И поэтому я начала искать ответы на те вопросы, которые меня волновали. Как изменить жизнь? Почему одни люди богатые, а другие бедные? Почему одни имеют все, а другие имеют ничего? Почему одни постоянно несчастные жалуются, а другие развиваются, становятся знаменитыми, становятся богатыми, радуются жизни? Почему от одних людей хочется держаться подальше, а к другим хочется просто приклеиться, присоединиться, слушать их, обнимать, а порой и облизывать? Ну, столько они тебе нравятся. Поэтому, если вы хотите начать этот путь, то Рерайтер Жизни – лучшее, что может быть для этого. У нас завтра снова поднимается стоимость, она у нас ближе к дате поднимается все больше и больше. Поэтому не рекомендую вам ждать, рекомендую присоединиться сегодня. У меня в профиле всегда есть ссылка на марафон Рерайтер Жизни, это единственная ссылка, которая есть, вы можете по ней перейти, посмотреть все возможности принятия участия в этом проекте. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать в поддержку или лично мне в Инстаграм. Всегда в этом вам помогу. Так, что делать, если живешь с мужем, который говорит, что «Ой, блин, снова эта хрень» и в таком духе? Я думаю, что если вы внимательно посмотрели этот эфир, вы уже в состоянии ответить себе на этот вопрос. Так или иначе, выбор вы делаете сами. И моя задача – не сказать вам, что делать, потому что это ваша жизнь и ваша ответственность. И задавая такие вопросы, вы перекладываете ответственность на меня. Моя задача – научить вас брать ответственность на себя и понимать последствия. На Рерайтер Жизни вы поймете и разберете для себя ответы на эти вопросы. Что делать? Что делать, если это? А если то? Вы взрослые люди. Взрослые. Вы уже не в школе, чтобы спрашивать, что делать, если у меня сломался циркуль? Что делать, если папа за тройку поставит меня в угол? Вы fucking shit взрослые. Пора это осознать и принять. И ваш выбор – быть жертвой, жить с этим человеком, выбирать, значит, если вы с ним живете на таких условиях, значит, вам это подходит. Или изменить это. Вы не собака. Вы не лев, которого привезли из Африки и заперли в клетке, и теперь вы вынуждены сдохнуть в киевском зоопарке. Вы человек. Взрослый, самостоятельный, живущий в демократической стране, который может в любой момент уволиться, наняться на работу, открыть свой бизнес. Вы, мать вашу, можете все. И если вы чего-то не делаете, то ли только потому, что вы позволили себя зазомбировать. Вы выбрали для себя программу быть дрессированной собачкой и ждать, что ей скажут делать, чтобы получить конфетку. Это ваш выбор. И вы сами решаете продолжать это и ходить по кругу, либо пойти в другую сторону. Я популярно объяснила вам, как это можно изменить. Если вы не слышите, вы не готовы. В таком случае живите, как живется. Вот и все. Итак, мои хорошие, я благодарна вам за этот эфир. Мы с вами чудесный провели час вместе. Я желаю вам классного дня. Если вам понравился этот эфир, я его опубликую. Пожалуйста, оставьте несколько слов, знак такой небольшой оплаты за то, что эта информация была вам полезна. Обнимаю, целую, жду вас на рерайтере жизни. Напоминаю, что завтра у нас снова поднимается стоимость. Так что присоединяйтесь.